В этот день, 24 марта 1613 года, в Ипатьевском монастыре в Костроме, 16-летний отрок Михаил Романов дал согласие зайти на русский престол. 24 марта 1901 года был открыт Большой зал Московской консерватории. 24 марта 1960 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154. 24 марта 1713 года в Санкт-Петербурге основана Александра Невская Лавра. В этот день, 24 марта, родились Арест Кипренский, художник-портретист, одна из самых известных его работ, портрет Александра Пушкина. Писатель и моряк Алексей Новиков «Прибой». Большинство его рассказов связаны с морем. Иван Козловский, легендарный певец-стенор Большого театра в Москве. Василий Трубецкой, представитель княжеского рода Трубецких, генерал от кавалерии, командир русских войск во времена Отечественной войны 1812 года. Трубецкие – один из знатнейших дворянских родов Российской империи. Со времен литовского князя Гедемина, основателя рода, Трубецкие участвовали в самых значимых событиях страны. В отечественную войну и заграничный поход особенно отличился князь Василий Трубецкой. Василий Сергеевич – правнук Петровского сподвижника Юрия Трубецкого. Отец князя служил генерал-поручиком, но сыну дал в первую очередь прекрасное гражданское образование. Его тогда называли французским. Трубецкой с детства был ценителем хорошей музыки, живописи, литературы. Но и на военную службу мальчика записали, как водится в юном возрасте и в гвардейский преображенский полк. Правда, армейский период быстро закончился. Павел I перевел молодого человека на придворную службу. Так Василий Сергеевич стал коммергером при императоре Павле, потом при Александре I. Тут-то пригодилось французское образование и безупречные манеры. Трубецкого при дворе ценили. Новый виток карьеры Василия Сергеевича случился из-за наполеоновских войн. В России поднялись патриотические настроения. Все от крепостных до императора хотели разгромить заносчивого корсиканца. Под этот общий порыв попал и Трубецкой. Он вернулся на военную службу. На этот раз получилось успешнее. Компанию 1805 года офицер прошел адъютантом Багратиона. Проявил храбрость под Аустерлицем, за что начал быстро продвигаться по службе. Компанию он закончил уже командиром кавалергардского полка. Подвиги Трубецкого продолжились и в последующих битвах. При Прейсиш-Эйлау, когда российская армия добилась ничьей с Наполеоном. Василий Сергеевич навоевал на очередное повышение и стал генерал-адъютантом. В таком качестве он сопровождал императора в Тильзит на мирные переговоры с Бонапартом. После этого была очередная русско-турецкая война. Там Трубецкой брал крепости. А однажды героический с тремя полками егерей отбивал атаки превосходящих числом османов. Главное, продержался до подхода подкреплений. Правда, из армии Трубецкого отправили назад в столицу из-за критики командующего. Отечественную войну 1812 года Василий Сергеевич провел рядом с императором. Поэтому обошлось без явных подвигов. Зато в это тяжелое время Трубецкой женился. Князь сопровождал Александра Вильно, где познакомился с прекрасной дочерью местного начальника полиции. Быстро сыграли свадьбу. Этот брак получился удачным. У супругов родилось 11 детей. Проявить себя у Трубецкого получилось уже в заграничном походе русской армии. Он принял участие во всех главных сражениях эпохи. В битве народов под Лейпцком командовал кавалерийским отрядом. Потом участвовал во взятии Парижа, вражеской столицы. После войны Василий Сергеевич продолжил сопровождать императора во всех важных делах. Так Трубецкой проучаствовал в Венском конгрессе, в создании Священного Союза и всех последующих встречах глав государств. Собственно, именно Трубецкого отправили в Европу известить берлинские и другие дворы о смерти Александра I. и вступлении на престол императора Николая I. При Николае Павловиче Василий Сергеевич перешел на кабинетную работу. Сначала стал сенатором, потом попал в Государственный совет. Другим важным делом Трубецкого стала благотворительность. Он возглавил комитеты разборий и презрения нищих, много занимался меценатством. Был генерал-губернатором некоторых районов Петербурга во время эпидемии холеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова